Светлые гости на Светлом радио Нашу студию сегодня посетил очень уважаемый человек, который является президентом украинского библейского общества, Григорий Иванович Комендант. Мы искренне приветствуем вас, Григорий Иванович. Сердечно благодарю вас. Мне очень приятно находиться здесь и поздравить вас с началом уже седьмой годовщины вашего радио. Ведь число семь — это уже совершенное число. Итак, совершенствуйтесь, и пусть Господь благословит вас. Спасибо, принимаем. Также будем поздравлять и вас, ведь украинское библейское общество в этом году отмечает свое 20-летие. Григорий Иванович, вот когда говоришь «Украинский дом Библии», то представляется большое здание, похожее на музей. Но, с другой стороны, Библия — живая книга. То есть наполнение этого здания должно быть каким-то особенным. Мне действительно очень приятно сказать, что открывается украинский дом Библии. И это будет значительное событие. Выдающееся событие. Потому что больше десяти лет у нас в Киеве не было даже места, где бы мы могли иметь офисы для библейского общества. Но мы решили построить не просто дом, где будут расположены офисы. В действительности, само сооружение напоминает открытую книгу. Возможно, это единственное здание в Европе, где название соответствует функциям и значению того, что там будет проходить. Вместе с тем мы празднуем 20-летие. А также представляем первый сделанный в Украине перевод. Вообще, это четвертый перевод Библии. Но он впервые сделан на территории Украины. Перевод Библии на современный украинский язык. Так что для меня, как президента украинского библейского общества, эти события являются большими и значимыми. Ну и я думаю, что для нас, для Украины, хорошо иметь такой значимый дом Библии. Откуда не только будет распространяться Библия, но также там будет проходить изучение, усовершенствование и углубление. Будут проводиться различные семинары, дискуссии. Также будут проводиться исследования. И это очень приятно, это значимо. Я как раз собиралась спросить, чем будет наполнен этот дом, но вы уже немного рассказали. Там будут заниматься переводами, а также различными научными трудами. Скажите, пожалуйста, какой коллектив будет работать в этом Доме Библии? Что нового будет в этом Доме? Ну вы знаете, что каждое библейское общество имеет главное задание – переводить и распространять Библию. Поэтому у нас там обязательно будет работать отдел переводов. И мы продолжаем и дальше работать над этим, потому что нет предела в такому труду. А также, конечно, будем заниматься распространением Библии оттуда. Также у нас будет очень красивый выставочный зал, где мы представим разные-разные экземпляры Библии. Мы уже сейчас объявляем конкурс на сбор самых старых таких исторических экземпляров. И они есть, они будут там. Так что представим очень красивую и наглядную агитацию. Потом мы постараемся, чтобы была хорошая видеотека, чтобы можно было показать развитие, как развивалось наше библейское общество. Также там будет возможность познакомиться с работой всемирных библейских обществ, потому что это важно. Даже узнать, на какое количество языков переведена Библия. На скольких языках сегодня проповедуется Библия. Какие страны, возможно, еще нужно достичь. Это имеет очень большое значение. Мне кажется, что ваш дом Библии очень полюбят наши украинские школьники, киевляне. Ведь это же чудесно, привезти со школы команду молодых учеников, которые многое узнают о Слове Божьем Библии. Слово Божьем, про Библию. Я думаю, что мы будем открыты для всех уровней сотрудничества, для экскурсий в том числе, поскольку имеем место для этого. Мы пригласили на открытие и президента нашей страны. Я лично приглашал Виктора Федоровича. Хотя, зная его график, я думаю, что это будет немного сложно. Но на уровне премьер-министра, первого вице-премьера, главы администрации Киевсовета Александра Павловича Попова, я считаю, власть будет присутствовать. Где бы я ни вручал приглашение, все с большой заинтересованностью слушают об этом. И то, о чём вы говорили, ученики, студенты. Да, я вам скажу, что даже пожилым людям будет интересно прийти и там пообщаться. Именно в этом году на государственном уровне отмечается День украинской первокниги, годовщина Пересопницкого Евангелия. Это случайность, что круглая дата украинского библейского общества совпадает с круглой датой Пересопницкого Евангелия. Если говорить о нашей линии, то как-то случайно. Мы этого не планировали. Но если говорить о том, что Божьим промыслом всё спланировано, ведь даже наша встреча была у Бога спланирована, то я верю, что не случайно. Ведь это имеет большое значение. 450 лет Пересопницкого Евангелия, 450 лет Пересопницкого Евангелия, и мы празднуем 20 лет украинского библейского общества. В Украине будут проводиться значительные мероприятия. Так что это не случайность. Слава Богу! Спасибо, Григорий Иванович! Дорогие слушатели, сейчас мы сделаем небольшой музыкальный перерыв. Светлые гости на Светлом радио. Не суди о том, чего не знаешь, Он плетётся по дороге нищий, Ты о нём из жалости рыдаешь, Он же прячет нож за галинищей. Не суди о том, чего не знаешь, Вот живёт в дворце своём богатый, Ты в уме добро его считаешь, А ему темно в его палатах. Не суди о том, чего не знаешь ты, Всех любви, от всех молись сердечно, Ведь всего сейчас не понимаешь ты, Всё тебе откроет вечность. Не суди о том, чего не знаешь, Вот у брата на лице веселье Ты ему завидуя вздыхаешь, Он же ночь промакал на постели. Не суди о том, чего не знаешь, Вот лицо суровое у брата, Ты его за это порицаешь, У него ж душа мягко как вонта. Не суди о том, чего не знаешь ты, Всех любви, от всех молись сердечно, Ведь всего сейчас не понимаешь ты, Всё тебе откроет вечность. Не суди о том, чего не знаешь ты, Всех любви, от всех молись сердечно, Ведь всего сейчас не понимаешь ты, Всё тебе откроет вечность. Господи, дай нам быть искренними пред Тобой. Не суди о том, чего не знаешь ты, Всех любви, от всех молись сердечно, Ведь всего сейчас не понимаешь ты, Всё тебе откроет вечность. Не суди о том, чего не знаешь ты, Всех любви, от всех молись сердечно, Без всего сейчас не понимаешь ты, Всех любви, от всех молись сердечно, Всё тебе откроет вечность. Светлые гости, Расскажите, пожалуйста, о конференции, которая будет проходить. Вы говорите, что это ваша очередная конференция, но мы же знаем, что каждый съезд работников украинского библейского общества это также значительное событие для Библии. Ну, наша конференция — седьмая очередная конференция. Главную цель имеет подтвердить или переобразить руководство украинского библейского общества. Но нужно решить не только организационные вопросы. Мы снова и снова уделяем внимание тому, какое большое значение имеет Библия для нашего украинского народа. Поэтому мы не просто говорим, что за прошедшие четыре года распространили 2 миллиона библей, но также рассказываем о других проектах, рассказываем о реакции людей на распространение. Например, в больницах или в детских домах. Мы на конференции стараемся и рассказать, и показать, чтобы этим поощрить. Ведь в конференции принимают участие руководители церквей. В управление нашего украинского библейского общества входит 17 различных церквей. И на конференцию мы приглашаем по три представителя от каждой церкви, от каждой динаминации. Конечно, будет избрание президента, вице-президента, будет смена управления. Это также деловое событие. Но больше всего мы говорим о значении Библии. Наша цель не просто. Вот за эти годы мы уже распространили где-то около 9 миллионов. Это большое количество. Но сейчас наша цель – обратить внимание и поощрить людей читать Библию. Поэтому у нас на конференции прозвучат специальные доклады, будет дана информация о влиянии Библии. Мне было очень приятно, что когда мы были и в православной церкви, и в католической церкви, мы встречались с руководителями, и все они со своей стороны дали нам интервью. Мы будем показывать, как руководители церквей ценят Библию и как они пропагандируют ее в своих церквях. Кстати, я слышала от верующих такие упреки, что в последние годы, ну, это такая, знаете, глобальная тенденция, в церквях все меньше сосредотачиваются на Библии. Например, проповедник может 40 минут рассказывать какую-то тему, что-то говорить, но даже не открыть Библию. Как с этим бороться? Как повлиять на это по-хорошему? Я думаю, мы поощряем это с разных сторон. Первое, мы стараемся иметь и имеем очень красивые форматы Библии, которые хочется держать в руках. Читать, перелистывать. Хочется заглянуть все глубже и глубже, все больше и больше. Ну и, конечно, современные возможности, разные айфоны, технические возможности, которые имеются, они как-то подменяют среди молодых. Но я вам скажу, что книги никто и ничто заменить не может. Ведь от начала ее и до конца каждое слово – это Боговдохновенное слово. Оно имеет силу, оно имеет значение. Потому я думаю, на это нужно обратить внимание, да и не только библейскому обществу, но и руководителям церквей. И вот как раз на этой конференции мое задание членам правления – говорить о том, что мы должны быть примером. Должны показывать этот добрый пример. Потому я считаю, что мы и так говорим об этом. Наша цель – сделать так, чтобы Библия была более интересной, чтобы люди читали и использовали ее. Вот люди в последнее время больше живут в интернете, нежели в реальной жизни. И мы, как распространители Евангелия, также должны принимать этого внимания. Возможно, украинско-библейское общество проводит какие-то мероприятия, где представляют какие-то полезные, возможно, программы для чтения Библии. Или же вы сотрудничаете с владельцами сайтов, где также можно распространять Евангелие на разных языках. Мне неизвестно, знаете ли об этом вы, но в интернете имеется все, кроме последнего перевода Библии. Доступные можно себе загрузить? Доступные можно. Я, например, пользуюсь. Когда мне нужно что-то распечатать, кнопку нажмешь и распечатаешь. И у тебя есть готовый псалтырь или другие материалы. Но я вам повторю еще и еще, что все же живое слово Библию заменить чем-то можно. Можно, но оно не будет на 100% иметь такое же значение. Мы стараемся. Вот сейчас мы завезли где-то 86 различных форматов на различные вкусы. Кому большую, кому меньшую, кому красную, кому черную, кому зеленую. И вот этим, понятно, мы людей очень заинтересовали. Вы знаете, люди сейчас живут лучше, чем 20 лет тому назад. Или 50 лет тому назад. Это вообще не сравнить. Но если они чего-то хотят, то хотят красивое. А когда оно красивое, то оно привлекает. Но ведь у каждого есть та старенькая Библия, которую мы читали, когда только делали первые шаги к Богу. Григорий Иванович, у вас также есть такая Библия. Вы храните ее? У меня есть такая Библия. У моей жены есть такая Библия. Также есть Библия дедушки моей жены. Эта Библия даже была прострелена. Так что они хранятся. И как раз мы в библейском обществе хотим показать различные экземпляры Библии. Потому что, понимаете, я знаю много примеров, когда Библия, Евангелие спасали жизнь человеку. Я встречался в Москве с одним генералом, который отсидел 20 лет в тюрьме в одиночной камере Лубянки за то, что, ну, в свое время его обвинили в том, в чем он даже не был виновен. Генерал приходил и рассказывал мне, что его жизнь спасло маленькое Евангелие, которое дала ему мама. Он спрятал его в себе в сапоги. Вот так у него хранилась эта Евангелие. Евангелие спасло его жизнь. Так что я думаю, что ничто не способно заменить живое Слово Божие. Спасибо. Мы сделаем небольшой музыкальный перерыв, а потом будем продолжать наши общения. Продолжается программа «Светлые гости» на Светлом радио. Светлые гости на Светлом радио. Григорий Иванович, мы всех наших гостей просим, чтобы они оставляли благословение на всех наших слушателях. Нас слушает очень много людей. Вы знаете, Светлое радио... Я даже не знаю, кто сейчас настроил свой приемник на Светлую волну. Могли бы вы благословить каждого нашего слушателя, чтобы большая Божья милость, Божье милосердие вошли в каждый дом? Ну и, конечно, упомяните наших партнеров, которые поддерживают вещание Светлого радио. С удовольствием. И хочу сказать, что Библия даже учит нас, как можно молиться. Сам Христос оставил чудесный пример, и мы все молимся Его молитвой, Отче наш. Но я хотел бы обратить внимание, что хочу молиться Господу, и, включая все нужды, сказать Ему, «Господи, Ты чудесно благословил Украину на протяжении этих 20 лет. Ты послал духовное пробуждение, духовные возможности, и я верю Господи, что и дальше Ты будешь благословлять и вести народ Твой в Украине. Мы благодарны Тебе за Библию, что она является доступной и свободной. Благодарим Тебя за светлое радио «Эммануил». Благодарим за эти возможности, за теле- и радиопередачи. Благодарим Тебя за тех людей, которые жертвенно поддерживают, молятся, поддерживают финансово. Ведь это так важно, это дело Твое, а для Тебя же нет ничего невозможного. Поэтому еще раз прошу, чтобы Ты благословил каждого служителя, каждый дом. Возможно, есть какие-то трудности, переживания во многих сердцах, семьях, но Твое Слово и вот это светлое радио, если оно слышно там, могут принести Твой мир и Твой покой. Поэтому мы благодарим Тебя и просим Твоего благословения на весь коллектив, на слушателей, на всех, кто поддерживает. А особенно еще раз и еще раз мы благодарим Тебя за мир и покой в Украине. Просим за президента, за всю власть, чтобы Твое Слово могло распространяться в нашем краю. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Сердечно благодарим за разговор. Напоминаю, что у нас в гостях был Григорий Иванович Комендант. Спасибо и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Если ты не в Киеве и Киевской области, слушай нас через спутник «Сириус-4» или через официальный сайт «Радио Эммануил» www.svitle.org. Твоя молитвенная и финансовая поддержка позволит светлой волне войти во многие дома, принести надежду и радость миллионам людей. Стань частью нашей радиокоманды!